Без выходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравствуйте. В эфире Минское городское управление МЧС. В студии Анастасия Гарбер. С начала года в столице зарегистрировано более 2300 пожаров и загораний, жертвами которых стали уже 24 человека. Минск чрезвычайный. В минувший четверг пожар в двухкомнатной квартире на пятом этаже многоэтажки по улице Цнянской унес жизнь 89-летнего хозяина. Запах горя и дыма почувствовали соседи по тамбуру и позвонили в МЧС по номеру 101. Когда спасателям удалось пробраться в квартиру в комнате, которая расположена рядом с той, где был очаг возгорания, на кровати уже без сознания лежал мужчина. Его вынесли из опасной зоны на улицу и передали медикам, но вернуть пострадавшего к жизни врачи не смогли. Предположительно, к трагедии привело короткое замыкание электропроводки, розетки. В выходные столичные спасатели тушили пожар в частном двухквартирном доме по улице Пермской. Предположительно, из-за короткого замыкания здесь загорелась кровля. В результате происшествия никто не пострадал, но огонь повредил имущество и деревянные элементы мансардного этажа. Чтобы не стать жертвой короткого замыкания, пользуйтесь исправными электроприборами. Не допускайте перегрузки электросети и своевременно ремонтируйте электропроводку. Минск чрезвычайный. Один человек пострадал в результате возгорания в гаражном кооперативе по улице Основателей во вторник днем. Спасателей вызвал прохожих, когда увидел сильное задымление. В момент пожара 59-летний владелец гаража был на месте. Пытаясь эвакуировать автомобиль, он получил ожоги руки, лица, а также отравление продуктами горения и был доставлен в больницу. В результате пожара повреждено имущество, деревянное перекрытие и обшивка гаража, а также легковой автомобиль. Одна из версий происшествия – неосторожное обращение с огнем. Пожары происходят по разным причинам, но особое внимание в эти дни работники МЧС уделяют курильщикам, так как неосторожность при курении остается основной причиной пожаров и гибели людей от них. С начала года по этой причине в республике произошло уже более 1095 пожаров. За это время жертвами огня, вызванного сигаретой, стали 311 человек. Для привлечения внимания общественности к проблеме пожаров и гибели людей из-за неосторожного обращения с огнем при курении на протяжении месяца в республике проходит акция «Не прожигай свою жизнь». Не прожигайте и вы свою. Будьте осторожны в обращении с огнем и слушайте нас в следующий четверг. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...